Привет-привет, Козероги! Это расклад для вас на неделю с 1 по 7 января. Дорогие мои, я поздравляю вас с наступившим 2024 годом. Пусть этот год принесет вам гораздо больше счастья, наполненности, радости. И, конечно же, пусть ваши мечты сбываются. Все, что вы загадали себе в новогоднюю ночь, имеет место быть. И, конечно же, вся Вселенная перестроится для того, чтобы ваши желания осуществились. А я, в свою очередь, благодарю вас за теплые пожелания на Новый год, за ваши комментарии, за лайки, за донаты, которые вы перечисляли, за ваши поздравления, за то, что вы перешли со мной в этот Новый волшебный год. И мы по традиции будем смотреть события этой недели на картах Таро. Также мы посмотрим ваши взаимоотношения и спросим у Оракула или Норман, на что вам стоит обратить внимание на этой неделе. Итак, переходим к раскладу. Смотрим первое событие, которое начнет входить уже в Новом году. Десятка жеслов. Много обязанностей. Вы берете на себя какую-то новую ответственность. Вы понимаете, что ваша жизнь в ваших руках. И все дела, которые вы себе запланировали, вы в силах вынести самостоятельно. Что ж, если есть вам на кого опереться, то, конечно же, постарайтесь делегировать. Наверняка есть те люди, которые могут выполнить какие-то элементарные ваши задачи и вопросы и облегчить вам этот труд. Если нет таких людей рядом, то берите ответственность на себя. Помните, что ваша жизнь, ваши мечты и ваше счастье только в ваших руках. Поэтому у вас хватит сил и оптимизма на всё. И вы справитесь со всем. Смотрим ещё одну карту. Десятка Пентаклей. У вас есть на вашу ответственность силы, время, деньги. И, конечно же, есть всё-таки те люди, которые являются вашей семьёй и которые могут вас поддержать даже на вашем нелёгком пути. Вы берёте ответственность, такое впечатление, за семью, за стабильность и процветание ваших близких. Вы полны решимости достигать целей очень много в этом году. И именно поэтому вы не даёте себе расслабиться даже на первой неделе. Уже начинаете активно действовать и выстраивать лучший сценарий того, как вы видите этот год. Смотрим ещё одну карту. Четвёрка Чаш. Есть воспоминания о прошлом. Есть то, что, возможно, заставляет вас брать эту ответственность и нести на себе все планы и мечты. А также по Четвёрке Чаш говорится о том, что всегда есть шанс. Жизнь вам протягивает те эмоции, которые будут вас вдохновлять и наполнять. Попробуйте не зацикливаться на том, что, может быть, вас не устраивало и тянется из прошлого года. Помните, что рядом с вами есть люди, на кого можно опереться. У вас слишком много целей и планов. И вы очень ответственный человек. Наполняйте себя любовью. Позвольте людям проявлять к вам искренность и заботу. И, конечно же, берите все шансы, которые вам преподносит жизнь. Не отворачивайтесь ни от чего. Именно там вы будете черпать силы и вдохновение для ваших новых побед, для вашей новой прекрасной жизни. Смотрим, что у вас во взаимоотношениях. Есть тёплые и приятные воспоминания. Есть люди, которые дарят вам тепло и заботу. Посвятите эту неделю, может быть, своим родителям или тем людям, на кого вы можете опереться. Те, с кем объединяют старые мечты, цели и планы. Именно они будут являться опорой для вас не просто на этой неделе, но и в течение всего года. Сохраняйте всё тёплое и светлое. Помните о том, что всегда с вами есть искренние люди, которые готовы вас порадовать маленькими моментами счастья, которые проявят свою любовь, объятие и подарят улыбку в тот момент, когда она вам будет нужна. И, конечно же, не забывайте, что и другие люди, за которых вы берёте ответственность, за которых вы хотите и ради которых вы готовы действовать и достигать каких-то целей, тоже нуждаются в вашей улыбке, в ваших искренних объятиях и, конечно же, в маленьких радостях. А главное, если вы будете улыбаться и полны позитива, опираясь на то прошлое, которое приносит вам счастье и удовольствие, вы сможете не просто на этой неделе всё, вы сможете весь год прожить с этим ощущением теплоты, счастья и внутреннего комфорта и спокойствия. Любите и будьте любыми. Так, а мы смотрим, на какую область вашей жизни стоит обратить более пристальное внимание на этой неделе. на прояснение, на как раз-таки счастье, на позитив, на то, что вы являетесь главной персоной в своей жизни. Будьте яркими, проявляйтесь активно и, конечно же, дарите счастье окружающим. Именно счастье на этой неделе заложит самые положительные сценарии на весь год. Помните, как первые семь дней проживёте в январе, так и заложите счастье и успех на семь месяцев вперёд. Поэтому радуйтесь каждому дню. Вы живы, а значит, всё у вас в жизни будет замечательно. Помните, что рядом с вами есть люди, которые дарят вам тепло и заботу. А значит, всё служится самым наилучшим для вас образом. Дорогие мои, я искренне желаю вам, чтобы ваша ответственность была вам по силам, чтобы ваши планы и мечты, конечно же, реализовывались не только на этой неделе, но и на весь год. Не забывайте об искренности, об поддержке ваших близких и, конечно же, проявляйте её сами. Проясняйте для себя все ситуации сразу и используйте те шансы, которые стучатся в вашу дверь. Не закрывайтесь ни от чего и живите более позитивно и ярко. Я вас люблю, обнимаю и с вами не прощаюсь. Мы увидимся уже очень скоро на еженедельных раскладах и, конечно же, на раскладах на месяц.